Сегодня быдай основные работы в сенсе добропарадкования преподаются на расчистку снегу. Але пройдет за всем не шмат часу, и мы займемся уборкой сметя, якое засталось после зимы, и посадкой кветок. Угод культуры без культуры на земле нияк не обойстится. Улица Садовая у агрогородку Галочицы на Равлянского района соправдает поведая свои назвы. Это зараз под снегом нельзя оценить все ее пригожосте, а весной практически на коля усих домов заявятся кветки. Головное захопление Аллы Беразовской, Ружи, Кажется, что регулярно читает специализованную литературу и сама проводит некие опыты. Сегодня на подворку некаких атунков руж, але жанчина марть вырастить так званую штамбовую ружу. У белорусских садах яна покой редкость, хоть и ничится сирот гэтак кветок своей саблевой аристократкой. Хочу попробовать вырастить штамбовую розу. Я много читала в литературе, в интернете тоже видела, читала. А вот хочу попробовать сама. Роза царица святов, поэтому нравится. Агрогородок Голочицы вядомый перш за все майонком панов горватов, значная частка, якого заховался до нашего часу. Як и пейзажный парк, закладенный еще у першой полови 19-го ста годе, мара местовых органов улады, якая вельми махчима реализуется в год культуры, привезти его у належный стан. За одночасовым обновлением водной системы с островов и сажалок, хоть наводить парадок на земле у Голоческом сельском совете, все это будут не только на территории буровой панской садзибы. Зараз тут удоклоняются списы старых нежилых домов, якие не обходны снести. Некоторые из их давно псуют вязковый пейзаж, але их уладальники не давали сгоду на утилизацию. После принятия судового грошения, гэтые перешкоды ликвидованные, земли, якие вызвалиться после взносу таких побудов, передадуть сельско-господаршим предприемствам, те у лесный фонд. После того, как проходит процедура судов, дома передаются на баланс сельского совета, принимаются соответствующие решения, а именно снос данных домовладений. И так за 2015 год у нас было принято 102 решения, и соответственно снесено 102 дома. Олег Сентеров, Евгений Макеенко, телерадио-компания «Гомель» на Равлянский район.